Подделать нельзя, оформить легко. В Управлении Государственной миграционной службы Украины в Запорожской области рассказали о порядке выдачи биометрических загранпаспортов, электронной очереди и возможной ли задержки при оформлении. С 1 января 2017 года все загранпаспорта для граждан Украины биометрические. Документы старого образца больше не выдают, так что всем желающим съездить в другую страну необходимо пройти определенную и простую процедуру, чтобы получить паспорт. Справка об отсутствии судимости больше не нужна. Для оформления загранпаспорта нужен, если у кого-то был старый загранпаспорт предыдущий, внутренний паспорт и идентификационный код. Это все, что нужно. Фотографии не нужны. На сегодняшний день граждане фотографируются непосредственно у нас. И цифровое изображение их вносится сразу в электронную анкету, потом сканируется палец, потом подпись владельца. Все это формируется в единый электронный файл и отправляется на фабрику для изготовления паспорта. Получить паспорт может только лично его владелец. Он должен подтвердить свою личность на месте выдачи. Стоимость обычного загранпаспорта 557 гривен 32 копейки. Сейчас это единый админплатеж за оформление, а не три разных, как раньше. Срок изготовления и получения документа 20 рабочих дней. Срочный паспорт стоит 810 гривен. Оформляется он за 7 рабочих дней. Чтобы облегчить процедуру, с 13 апреля для жителей области начнет действовать электронная очередь. В основных районах города и в двух больших районных центрах областного подчинения, это Бердянск и Мелитополь, в четверг мы с помощью Державной миграционной службы открываем электронную очередь. То есть люди будут реально просто видеть, сколько людей стоят в этой очереди. Кроме того, каждый может сам прийти в одно из 28 подразделений госмиграционной службы в области и стать в очередь. Хотя сейчас наблюдается увеличение количества желающих получить загранпаспорт, но в управлении с недавней новостью без визе это не связывают. Сказать, что именно с этим он связан нельзя сказать. Это обычный сезонный такой спрос, когда наши граждане собираются выезжать летом в отпуска и так далее. Такой же спрос возникает где-то после ноября месяца, когда собираются все зимой куда-то ехать и вспоминают, что им нужны загранпаспорта, их нужно оформить либо продлить. Также в управлении госмиграционной службы заверили, биометрический загранпаспорт нельзя подделать.